Всем привет дорогие друзья автомобилисты, продолжение рубрики ответы на вопросы подписчиков, очередной интересный вопрос от подписчика канала. Но прежде чем перейти к вопросу, я решил попросить вас о том, чтобы вы подписались на мой канал на платформе Дзена. Это необходимо для того, чтобы мы всегда могли оставаться на связи, потому что не знаешь, что ждать завтра из-за непонятной, нестабильной обстановки. Некоторых провокаторов, которые мне пишут всякие гадости в комментариях, заранее предупреждаю, мой канал без политики. Итак, вопрос. Значит, ник БКЕ. Алексей, здравствуйте, тоже не пропускаю ваше видео. Огромное спасибо, что смотрите мои видеоролики, я стараюсь для вас. Сейчас еду прокачивать стойку на Камре 50, на 50-й Камре. Что знаете и скажете про прокачку стоек? Для меня это ново. Салам с Астаны, Казахстан. Друзья мои, я категорический противник прокачки или ремонта амортизаторных стоек. По той причине, что существует естественный износ. Все эти ремонты и все эти прокачивания как мертвому припарка. Вы только на какой-то незначительный промежуток времени продлеваете жизнь уже убитой вашей амортизаторной стойки. Просто так амортизаторная стойка не умирает. Конечно же, многие сейчас скажут, что того, там резиночки пересыхают, их заменили и все. Друзья мои, а как же нарушение поверхности, шероховатости, царапин и прочее, которые неизбежно появляются в процессе эксплуатации амортизаторных стойк или амортизаторов? Конечно же, оно никуда не денется. Некоторые скажут, что их протачивают, прополировывают, но это абсолютная ерунда. Друзья мои, когда наша амортизаторная стойка выходит из строя, ее необходимо менять, но никак не прокачивать. Все эти прокачки это абсолютно разводилово на деньги. Вы просто выбросите кучу денег за это, а потом через какой-то промежуток времени вам все равно придется менять вашу амортизаторную стойку. Не занимайтесь ерундой, не тратьте на это время, а лучше всего подыщите уже какие-нибудь либо альтернативные, либо хорошие фирмы какие-нибудь амортизаторные стойки. Я думаю, что это будет самый оптимальный вариант для вашего автомобиля. Друзья мои, амортизатор это не только комфорт езды по дороге. Амортизатор отвечает за сцепление наших колес дорожным полотном, а это наша безопасность. С плохими амортизаторами тормозной путь увеличивается значительно, и вы наверняка об этом знаете. Итак, вердикт, не надо заниматься всякой ерундой. Стойки износились, и пора их менять на новые, никаких прокачиваний. Это вам не грузовик отечественного производства, где можно разобрать, масло вылить, другое масло залить и на какой-то промежуток еще времени покататься на автомобиле. Современные амортизаторные стойки работают совершенно не так. Надеюсь, друзья мои, я достаточно понятно вам все объяснил. Если это так, обязательно подписываемся на канал, ставим палец вверх, и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Задавайте вопросы в комментариях, буду обязательно ждать от вас вопросов. Будьте здоровы, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok